Фонд «Аристон» был создан в Сегеже около 10 лет назад. За время своего существования он дважды прошел перерегистрацию и теперь называется Карельским региональным благотворительным фондом молодежи и детства. Интересы этой организации в суде представлял Андрей Козлович, ее президент и единственный на сегодня учредитель. Он не в первый раз принимает участие в судебных тяжбах. С 1994 года фонд «Аристон» представляет интересы жителей поселка Надвоицы, пожелавших через суд компенсировать ущерб, нанесенный им и их детям алюминиевым комбинатом. Практически у всех, у всего детского населения Надвоицы зубы интенсивно коричневые или черные крошатся. Есть такие факты, например, в 17 раз врожденных уродств в Надвоицах больше, чем в Кими. В Надвоицах есть точки, где превышение по канцерогену, бензопирену, правоцарующим заболевания раком, достигает 240 по ДК. 240 раз превышает предельно допустимую концентрацию. Дважды фонд «Аристон» обращался в суд от имени жителей Надвоиц. До сих пор руководству комбината удавалось уговорить ИСОВ забрать свои заявления. Эти уговоры, конечно, требовали некоторых материальных затрат. Но они не идут ни в какое сравнение с теми потерями, которые понесет предприятие в случае признания его виновным в причинении ущерба здоровью жителей поселка. Раз завод дает деньги, значит выиграть это дело реально. Все это всерьез. Сейчас очень много в Надвоицах желающих. Пока комбинат отражает атаку экологического фонда, самому фонду приходится бороться за существование с республиканской прокуратурой. Шестеро бывших учредителей «Аристона» обратились в следственные органы с заявлением. В нем, помимо прочего, нынешний руководитель фонда обвиняется в попытках развалить республиканскую экономику на благо иностранных конкурентов. К счастью для Андрея Козловича, прокуратура не стала обвинять его во вредительстве и шпионаже. Претензии к фонду у нее более современного характера. По мнению компетентных органов, государственная регистрация «Аристона» подлежит отмене в связи с нарушениями в учредительных документах. Суд уже однажды признал за фондом право на существование. Но это было еще при прежнем прокуроре республики. Пришедший ему на смену господин Панасенко возобновил преследование экологов. Он одновременно направил касационную жалобу на решение республиканского арбитражного суда в суд высшей инстанции в Санкт-Петербурге и предъявил иск в Петрозаводский суд о ликвидации «Аристона». Уже известно, что Петербургский суд принял решение в пользу фонда. Прокурор Санкт-Петербурга сказал, что он прокуратуру Карелии не поддерживает. Они там представляли их интересы. Считает их некомпетентными, работников прокуратуры. Этот иск вообще не следовало подавать в арбитраж. Однако подтверждающие это документы пока не поступили в Карелию. Петрозаводский суд решил отложить рассмотрение дела до их получения. Следующее заседание суда по делу «Аристона» состоится 26 января. Продолжение следует...